Привет, друзья! Продолжаем серию видео с гостем Silverstacking Academy, Alex. И в этом видео вы узнаете про монеты из серебра, инвестиционные, чем отличаются монеты от слитков. Если интересен этот канал, переходите, ссылочка будет в описании. И тема довольно интересная для инвесторов. Так что, поехали! Монеты инвестиционные от инвестиционного слитка. Ну вот, смотри, да, Алексей, если бы мы с тобой жили в Соединенных Штатах Америки, или в той же, ну, в Европе похуже, на самом-то деле. Вот если бы мы жили в Соединенных Штатах Америки, то у них самые популярные формы инвестирования в серебро, как-нибудь, может, поговорим про золото попозже, это американские серебряные орлы и слитки. Почему? У них вот в Америке это слитки вообще, и так скажу, что слитки у них стоят даже дешевле монет. Почему? Потому что, ну, типа, слитки легче изготовить. Ну и, как правило, слитки там покупают 10 унций, хотя и одноунцовые есть, там, 100 унций. Можно купить, там, килограммовый слиток. Там, чем, понятно, тяжелее предмет, тем дешевле в нем цена серебра получается. Как бы покупаешь, потому что опытом. Это я помню, на канале есть такая информация у тебя. Да, да, да. Если чеканить, если чеканить монеты, сам понимаешь, монетка, каждая, она требует отдельной чеканки, отдельной упаковки. Дизайн. Иногда их в капсулы кладут, доставить ее надо, там, упаковать. То есть, это логистические, да, расходы, производственные расходы. И поэтому, кстати, вот тоже, да, место будет, оставишь, не туда лишь. Некоторые спрашивают, почему такая высокая наценка на серебряные монеты и относительно мелко, гораздо меньше на золотую монету. В пропорции, если мы говорим к цене, что серебра, что золото. Ну, проблема понятная. Что, учитывая, что серебро, условно говоря, на бирже стоит сейчас от 16 до 17 долларов за унцию, за 31,1 грамма, то изготовить что золотую, что серебряную монету стоит примерно одинаково. Вот. И поэтому, ну, процесс изготовления, доставки всего остального, что в золотой монете, что в серебряной, он одинаковый. Да, но в пропорции к цене металла, понятно, что будет больше у серебряной. Вот. Поэтому, вот, премия, есть такое понятие, премия к цене серебра. Вот. Премия к цене серебра, то есть оценка, назовем ее, да, она выше у серебряных монет. Так вот, у слитков, у слитков она еще ниже, чем у монет, если бы, еще раз говорю, мы с тобой жили в Америке. Проблема, если мы говорим про Россию, смотрят, кстати, у тебя канал-то в России, или он больше в Украине? Ну, там такая статистика, что у меня в основном... Ну, по статистике, по статистике как? Украина, Польша, Германия, и после них только Россия идет. Понятно. Так вот, если мы говорим про Россию, у нас есть такое понятие, как НДС на слитке. То есть, покупая слиток в банке, платишь 18% плюс к цене серебра. Ну, и плюс они еще свою на оценку банк сделают, понятно, это тоже все. То есть, получается, что у нас цена серебра одного грамма, грубо говоря, в слитке будет выше, чем в монете. Ага. И есть еще один минус у нас по нашему законодательству. Слитками между гражданами продавать слитки под гражданину нельзя. Это правонарушением является. Почему? И там подлежит чуть ли не конфискация за слиток. Почему? Да. Как, почему? Ну, мы же все из Советского Союза, и у нас законы не все поменяли. Раньше же был вообще запрещен оборот драгметаллов в СССР между гражданами. Вот эта норма драконовская осталась. То есть, ты можешь сдать слиток в банк, продать без проблем. Можешь продать какой-нибудь организации, которая имеет специальное разрешение именно на куплю-продажу слитков. Это два. А вот обычному гражданину, понятно, что никто там не будет за каждым гражданину бегать, отлавливать его, я уверен. И у нас на интернет-аукционах слитки продают. Ну, по закону как бы нельзя. Вот как-то так. Ну, поэтому, гражданам, это иметь в виду нужно. Ограничения государства почему-то вводят. Для меня был огромный разрыв шаблона, когда я приехал с товарищем, мы были в Дубае. И когда там мне хотели платить, я говорю, у нас нету дирхамов, они говорят, а что есть? Я говорю, ну, там доллар, евро. Он говорит, вы можете заплатить любыми. И вот человек в магазине, в официальном, пересчитал по курсу, и мы заплатили в любой валюте. Ну, гривнах там, конечно, не брали, но в доллар, в евро без проблем. У нас такое... Алексей, вот был у меня как раз на прошлом канале, который забанили, я еще раз говорю, на своих каналах нельзя перезаливать видео даже, которые не защищены Content ID, просто для обзора своим зрителям, например, на свой канал. Потому что YouTube не любит дублирующий контент. Так вот, в Дубае, у меня там был такой ролик, сейчас есть, можно в интернете найти, там в дубайском аэропорте есть магазин слитков, монет золотых, прям вот, знаешь, все сверкает, все блестит, без проблем можно купить. Вот, найди такой интернет, такой живой магазин, что в России, да, что, наверное, в Украине. Вот, поэтому, еще раз, кстати, вот я статистику по своему каналу поднял для интереса, да, канал называется Silverstocking Academy 2. Так вот, в России у меня 63% смотрят, в Украине почти 15%. Потом идет Казахстан 4% и 3% Америка, видимо, русскоязычное население. То есть, как бы, у меня, да, больше, опять же, получается, в России смотрят. Вот такое у нас законодательство, что касается, значит, налогов на слитки, что интересно, инвестиционные монеты слитками не облагаются, что российские, что иностранные. Поэтому, поэтому у нас в целом, получается, выгоднее покупать монеты. Вот такой вот, как бы, да, мир перевернутый. Вот на Западе одно, у нас абсолютно другое. Вот, ну и, понятно, исходя из этого, понимаешь, ликвидность у монеты, исходя из законодательства, лучше, да. Ну, во-вторых, понятно, что продать, например, инвестиционную монету в последующем проще, чем, например, 10-какой-нибудь там килограммовый слиток, 10-унцовый слиток, да. Просто желающих купить будет больше. Вот. В Украине-то, как сказать, есть у вас НДС на слитке или нет? И цена на монеты и слитки как у вас? Что дешевле? Ну, там можно посмотреть сейчас какие-то сайты, которые предлагают, и так сравнить, да, серебро, видимо, нет. То есть, так сложно мне сейчас сказать, я не замерял. Ну, понятно, понятно. Ну, у нас вот те, кто копит золото и серебро, в общем-то, это тема довольно уже, так сказать, избитая про этот НДС. Может быть, раз не знаешь, то, может быть, в Украине у вас несколько другая ситуация с этим, с налогообложением. Ну, у нас хотят вот последние веяния последних пар месяцев, что наш Минфин хочет отменить НДС на слитке, вот, видимо, потому что как-то хочет, чтобы население с учетом геополитической ситуации переходило на драгметаллов в накопительстве и отходило от доллара. Наверное, вот так вот этим связано. Вывод какой я вот для себя понял, что важно считать, какая стоимость монеты действительно, и постараться купить ее максимально близкой к стоимости серебра, да, и максимально без наценок любых посредников, которые там отправляют, перепродают. Ну, это идеальный вариант, конечно, конечно, все-таки мы туда вкладываем деньги, это, как сказать, да, это овеществленный вид нашего труда. Конечно, его надо сохранять максимально бережно. Спасибо всем за просмотр, поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Всем пока, друзья!